Какие существуют народные приметы, связанные с волосами? Для женщин волосы – это своеобразный тотем. Обрезать волосы – значит поменять свою жизнь, даже в старину в этом не сомневались. Со стрижкой связаны многие старинные и не очень приметы. Ранее считали, что в волосах скрывается жизненная сила человека. С волосами было связано огромное количество запретов. Их нельзя было выкидывать на ветер. Стричь, мыть и даже расчесывать позволялось лишь в определенные дни. Расставаться со своими волосами значило укоротить свою жизнь, уменьшить свои силы, лишить себя достатка. Волосы были неотъемлемыми участниками во многих обрядах – в крещении, свадьбе, погребении. Волосы воспринимались в качестве части человека, способной его заместить. Поэтому матери в особом медальоне носили локоны своих детей, влюбленные – волосы своих вторых половинок. Народе считается, что не следует стричься при беременности. В древние времена волосы людей спасали от холода. Стричь их означает замерзнуть, чего беременным не стоит делать. Считается также, что младенца нужно стричь не ранее года. С древних времен считается, что волосатые гораздо счастливее, богаче и здоровее прочих. Поэтому лишение волос связывали с лишением всех благ. Младенца даже старались не причесывать, чтобы не подрезать счастье и не выстригать ум. А вот вам примета лунного календаря. Если впервые ребенка подстригли, когда луна убывает, у него будет ранняя лысина и плохие волосы. Также считается, что парикмахер должен быть аналогичного пола, что и человек, который решил у него подстричься. Ранее бытовало мнение, что мужчина никому не должен давать себя стричь, помимо жены, чтобы не разрушить свою семью. Якобы во время стрижки меняется биополе, и в результате чего мы легко попадаем под чужое влияние. Поэтому, если вы нравитесь мастеру разного пола с вами, это может привести к негативным событиям в личной жизни. Корни данной приметы можно найти еще в библейских сказаниях. Самсона погубила именно женщина, которая срезала ему волосы. В народе считается, что не стоит доверять своего волосы, кому попало. Тот, кто стрижет вас, меняет ваше личное биополе. Поэтому, посещая парикмахерскую, выбирайте не просто модные стрижки, но и жизнерадостного и энергичного мастера. Тогда и жизнь изменится после стрижки к лучшему. Это легко объяснимо. Настроенный позитивно мастер подойдет к делу со всей душой, и новая ваша стрижка получится превосходной. Мастер подойдет к делу со всей душой. Мастер подойдет к делу со всей душой.